Добрый вечер! В эфире телеканал АЖТУСУ, итоговая программа АПТА. На самых важных событиях уходящей недели расскажут вам мои коллеги и я, Семга Щегулова. Смотрите выпуски. Раритет в 21 веке. 252 многоквартирных дома в Толгарском районе все еще отапливаются печами-буржуйками. Хотя буквально рядом проходит магистральный газопровод. А регион ждет еще одна волна похолодания. Здесь нижняя разводка, подвалы холодные, все трубы не заизолированы. Все прихватило. Держи голову в холоде. В средней школе имени Крупской в Панфиловском районе дети учатся в холодных классах. Замакима области сам замерил температуру. Смут они, во-первых. Во-вторых, холодно. Это все работа в машине. Готовь уголь летом. Ни для кого не секрет, что январские морозы вызвали топливный ажиотаж. Насколько острый вопрос обеспеченности населения углем стоит на сегодня. То уголь поступает ежедневно, но не в том, возможно, объеме, как мы заказывали, были в январе. Тяп-ляп и вышел автобус. В Толкургане усилили контроль за общественным транспортом. Рейд выявил водителей автобусов без соответствующих документов. Было проверено около более 20 автомашин. Было выявлено три адноправонарушения. По евростандарту новое здание городского суда в Текеле соответствует всем международным требованиям. В Казахстане это третий по счету подобный объект. Все залы судебных созданий в новом здании оснащены всеми современными электронными оборудованиями. Снежный февраль ожидается в Казахстане. Обусловлено это частыми прохождениями циклонов с районов Атлантики и Юга Каспия. Таким образом, в стране в течение месяца прогнозируются две волны похолодания. Как отмечают синоптики, придутся они на начало второй декады и конец месяца. Понижение температуры до минус 20 градусов ожидается и в Алматинской области. Особенно сложно придется сотрудникам коммунальных служб Толгарского района. Аномальная погода этой зимы уже выявила их слабые стороны. Должных мер по решению накопившихся проблем не приняло и руководство региона. Впрочем, обо всех проблемах, решения по которым нужно принимать незамедлительно, говорили жители на отчетной встрече Акима района Райхан Садыковой с населением. На многие вопросы жителей ответил Акима Матинская область Амандык Баталов. Он присутствовал на этой встрече. Подобные мероприятия являются уникальной площадкой для открытого диалога сельчан с властью. В особенно сложной ситуации во время сильных морозов оказались жители микрорайонов Бостургай и Мелиоратор. В этих домах нет центрального отопления. Квартиры отапливаются печками-буржуйками. Таких домов в Толгарском районе 252. Аким области остался крайне недоволен работой Акима района. По словам Амандык Баталова, эти проблемы нужно было решить своевременно, не доводя до крайности. Тем более через район проходит магистральный газопровод. Эти дома можно было подключить к газу. 25 миллионов квадратных метров, в том числе эти дома. И каждый дом вы должны были знать, в каком состоянии. Каждый дом. Как туда подается тепло и подготовка к отопительному сезону. Бодро докладывали, все хорошо. Маленький, смотри, мороз, и у нас такие проблемы по влазе. Почему? Потому что здесь нижняя разводка, подвалы холодные. Все трубы не заизолированы. Тогда все прихватило. Все моментально. Дома остались без этого. А вы должны были это предусмотреть. Знать, говорить, что в этих домах, если мороз будет, в этих домах проблема будет. Очередная глобальная проблема, с которой сталкивается население района каждый год – подача питьевой воды. В эту зиму им стало еще сложнее. В связи с резким похолоданием на реке Талгар образовались ледяные заторы, затруднившие пропускную способность на головном сооружении водовода. У нас часть Талгара и 8 населенных. 12 населенных. Хорошо, сейчас 8. И он будет работать. Если мы сейчас вот эту скважину… Сейчас на какой стадии проехали? Сумма проекта около миллиард триста. Ну, после экспертизы может подкорректируется где-то. Отчетная встреча с населением выявила самые болевые точки района. Нерешенных проблем оказалось предостаточно. Их и озвучили толгарцы перед руководством области. Знаменитая Кужинская трасса, вы знаете. Скоростная трасса. Ежедневно по 20 тысяч машин туда-сюда ходят. И в Талгарский район расположено несколько поселков. Это Гульдала, Панфилов и Эмбекшир. Там дети, пенсионеры, люди, которые не могут без машины. Особенно в гололедный момент зимой очень тяжело. Просьба такая от жителей этих населенных пунктов по возможности рассмотреть висячие мосты. Одно время в Талгарском районе было выделено 25 гектаров земли на 78 миллионов тенге. Строительство полигона твердых бытовых отходов. Который потом, бывший Аким, все же, несмотря на ее необходимости, он этот полигон передал частную собственность на сумму всего 2 миллиона 900 тысяч тенге. А сегодня народ, имеющийся как и 70 тысяч населения города Талгар, а также населенные пункты, которые мы эти свои мусоры сдаем в этот же полигон. А полигон сегодня с каждого Камаза не менее 10 тысяч еще снимают. Это дважды крадут наше население. Я думаю, этот вопрос должен быть как-то решен. Все же 78 миллионов тенге, эти деньги должны вернуться бюджету. Наряду с этим в некоторых населенных пунктах района нет соответствующего здания амбулатории, опорного пункта и сельского Акимата. Район, имеющий уникальные исторические объекты, как древний город Талхиз, по сегодняшний день не имеет своего краеведческого музея. Аким области выслушал каждого, подробно узнавал обо всех проблемах. После всего услышанного он сказал, на то мы и власть, чтобы решать ваши проблемы. А необходимые финансовые средства в резерве есть. Только руководству района нужно было своевременно продумать, куда нужны финансовые вливания, отметил Аманда Кбаталов. Я сам Акимом работал в районе. Нам деньги не давали, мы выпрашивали. А тут я наоборот говорю, сколько тебе денег надо? Каншама, кандай, проблемам, давай шесть перейк. Комикте сейкте. Проблема была, но надо ее решать. 252 дома таких, представляете? Вот так топится, как в 19 веке. Не дожидаясь, пока отопительный сезон закончится, сразу находьте старые исполнительные схемы. Я честно не знал, что эта проблема, оказывается, есть такая. Так нельзя работать. По всем вопросам уже скоро будет создана комиссия, которая будет изучать их досконально и выносить соответствующие решения. Аким области дал конкретные задания ответственным лицам по решению и других вопросов, касающиеся улучшения экономических показателей района. В целом, как в своем докладе отметила Аким района Райхан Садыкова, за прошлый год по многим показателям регион был в числе лучших. Только объем промышленного производства составил более 30 миллиардов тенге. Реализация ряда крупных проектов запланирована и на нынешний год. В целом, как отметили жители, такая отчетная встреча является открытым диалогом жителей с властью путем решения наболевших проблем, которых в районе накопилось немало. Я как житель Толгарского района считаю, что сегодняшняя встреча прошла очень интересно и продуктивно. Были заданы очень важные вопросы, которые, я считаю, на мой взгляд, будут решаться. В прошлом году Жамбулский район пережил строительный бум. Сразу пять общеобразовательных школ распахнули свои двери. В текущем году намечено строительство еще одного крупного объекта – современного роддома на 100 мест. Для его возведения из республиканского бюджета выделено 4,5 миллиарда тенге. Открытие намечено на 2019 год. Об этом рассказал Аким района Жандарбек Долобаев на отчетной встрече с населением. Принимал отчет лично Аким области Амандык Баталов, который в ходе визита в этот район посетил ряд социальных и культурных объектов. В село Мунбаева в Жамбулском районе чемпион Московской Олимпиады Жаксыл Кушкемпиров вкладывает немало собственной энергии и средств. Помог многим с подключением газа. Открыл вот этот спортивный комплекс, которым сейчас занимаются более 200 человек по 8 видам спорта. Не оставил без внимания чемпион-меценат и спортзал местной школы, который полностью обновил на радость подрастающему поколению. Опустовавшее некогда здание превратил в современное общежитие для молодых семей, в котором теперь 38 квартир со всеми удобствами. Получил второе дыхание и дом культуры этого села. Новый актовый зал на 400 мест, библиотека и 7 видов кружков стали постоянным местом посещения сельчан. А для самых маленьких жителей села с 2015 года действует детский сад Жаксылок. Здесь получают соответствующие навыки 100 детишек. Над их воспитанием трудятся 22 преподавателя. Рост села Мунбаев отметил иаким района Жандарбек Долобаев на отчетной встрече с населением, приводя в пример Жаксылока Ушкемпирова, который также особое внимание уделяет сельскому хозяйству района. К слову, эта сфера на сегодня является приоритетным направлением развития Жамбулского района. Так, за 2017 год здесь произведено продукции на 42 миллиарда тенге. В мясном, молочном направлениях по производству шерсти, выращиванию зерновых культур и садоводству занимает лидирующие позиции в области. А на приобретение породистого КРС крестьянам выделено 700 миллионов тенге. В районе произведено 23 тысячи тонн мясной продукции, 43 тысячи тонн молочной. Действует 15 откормочных площадок. Ярким примером ведения крестьянского хозяйства является ТО «Империя Фуд», у которого 2500 голов КРС. За этот год у них в планах произвести тысячи тонн мяса. Хорошие успехи у района и в сфере промышленности. Так, за прошлый год ими произведено на 15 миллиардов тенге продукции. Свою заметную лепту в общую статистику внесли открытые в прошлом году компании по выпуску фанеры полиэтилена, микрокальция, рыбной продукции, гранита. Плюс дополнительно в этом году ожидается увеличение этого объема благодаря открытию новых производств по выпуску электрода, цемента, крупных мясомолочных ферм, птицефабрик и других проектов. У нас 7200 объектов предпринимательства, в котором задействовано 13300 человек. Малоговые поступления за прошлый год составили 7,5 миллиардов тенге. Привлечено 23 миллиарда тенге инвестиций. Более 90% жителей обеспечены чистой питьевой водой. Также в ходе встречи с населением жители задавали свои насущные вопросы. Спрашивали насчет ремонта школы в селе Касымбек, ремонта дорог многих улиц в Узнагаше, водоснабжения в селе Жанакурлос, а также решить проблему с отоплением двух пятиэтажных домов. Решить эти и другие вопросы руководство района намерено основательно. Строим новый цементный завод по европейской технологии сухим способом. Вы предоставили нам возможность строить на 20 гектарах этот новый завод. И мы хотели бы попросить, чтобы вы нам помогли подвести туда энергоснабжение. Потому что для строительства нашего завода необходимо 25, от 25, может 26 вот так, мегаватт электричества. Однако совсем не радует своими результатами сферообразование района. По результатам единого тестирования в прошлом году они заняли 18 место из 19. В связи с этим Амандах Баталов сделал им соответствующее замечание. Результат сказывается на всей статистике области. Подрастающему поколению нужно уделять большое внимание. Поднимайте уровень знаний детей. Еще одна проблема – это два случая младенческой смерти. В 21 веке, когда все медицинские оборудования соответствуют всем требованиям. Младенческой смерти вовсе не должно быть. Возьмите на особый контроль эти проблемы. Для поднятия уровня здравоохранения в районе начнется строительство нового роддома на 100 коек. На этот проект из республиканского бюджета выделено 4,5 миллиарда тенге. Он распахнет свои двери в следующем году. Элеман Раимбеков, Жаслан Шингенже, телеканал ЖТСУ, Жамбылский район. Сразу несколько производств начнут работу в текущем году в Каратальском районе. По выпуску одноразовой посуды и строительных материалов. А также заводы по переработке корня солодки и козьего молока. Планами на текущий год поделился и Аким Карасайского района. Какие преобразования ждут народ, расскажем в следующем материале. В 2017 год для Карасайского района получился весьма плодотворным. В регион было привлечено порядка 110 миллиардов тенге. А налоговые поступления в бюджет превышают 33 миллиардов тенге. По словам Акима района, по всем отраслям виден рост. В 2017 году в рамках госпрограммы «Взгляд в будущее» и модернизация общественного сознания был открыт ряд новых культурных объектов, как музей Батар-Бабалар. Была проведена реконструкция музея первого президента республики Казахстан. Но все же есть и другая сторона медали. В районе есть немало проблем, которые не решаются уже многие годы. К примеру, центру обслуживания населения требуется автономная электростанция. Эти и другие вопросы я озвучивал Акиму области в ходе заслушивания Акимов. Сейчас все они находятся на рассмотрении. Но руководство области обещало, что уже в ближайшие сроки все они решатся. Не менее плодотворным стал истекший год и для коротальцев. В 2017 году уровень на обеспечение питьевой водой в районе составил 80%. Объем промышленного производства почти 2,5 миллиарда тенге. Более чем на 20 миллиардов произведено сельскохозяйственной продукцией. Исполнены все государственные программы Сабага, Алтанасах и Кулан. Сданы в эксплуатацию порядка 12 тысяч квадратных метров жилья и 8 участковых пунктов в сельских округах. В экономику района прилетено более 6,5 миллиардов тенге инвестиций. Подписано 10 меморандумов по реализации крупных инвестпроектов. Ряд из них планируется запустить уже в первом полугодии текущего года. Строительство солнечной электростанции. Общая стоимость проекта составляет 2,3 миллиарда тенге с открытием 6 новых рабочих мест. Производственная мощность составит 4,95 мегаватт. Проект ТО «Секвоя Плюс» – модернизация завода по переработке нефти с открытием 30 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 240 миллионов тенге. На сегодня проводится реализация мазута. При финансировании производство планируется запустить в первом полугодии текущего года. Проект ТО «Азбиба» – строительство завода по производству керамзита. Мощность 100 тысяч штук кирпича в сутки. Общая стоимость проекта – 600 миллионов тенге. Рассчитан на открытие 25 новых рабочих мест. На сегодня ведется работа по получению права на недропользование. Проект включен в региональную карту индустриализации на 2018 год. В целом присутствовавшие на отчетах обеих районов заместители Акима области Лязат Турлашев и Джейна Стуяков признали работу Акимов удовлетворительной. А в свою очередь Акимы районов заверили, что их дальнейшая работа будет направлена на решение всех поставленных задач. Азаджу Маханов, Жаслан Чингинжинов, телекомпания «ЖТСУ» – специально для программы «Апта». Запуск простаивавшего 10 лет сахарного завода, привлечение почти 4 миллиардов тенге инвестиций, ремонт дорог и активное благоустройство населенных пунктов. С такими результатами завершился 2017 год в Аксусском районе. Об этих и других результатах говорили в минувшую пятницу на отчете Акима района Адельбека Долбогаева с населением. Не менее важные вопросы обсудили и жители Панфиловского района. Сразу три предприятия планируют запустить уже в этом году в специальной экономической зоне Харгос «Восточные ворота». Их открытие обеспечит постоянной работой 186 человек. Тем временем в Панфиловском районе по планам местных властей в текущем году откроются 10 объектов, благодаря которым будут созданы 90 новых рабочих мест. В районных мероприятиях принял участие заместитель Акима Алматинской области Жахславумар, который сделал ряд замечаний местному руководству по упущениям, а также обозначил главные приоритеты работы. Новая Аким Панфиловского района коротко и по существу рассказала об итогах работы за прошедший год. Так, в сфере сельского хозяйства произведено продукцию более чем на 37 миллиардов тенге. На 481 гектар увеличилась площадь посевных. Было введено 11 тысяч квадратных метров жилья. Также ведутся работы по газификации города Жаркент. На сегодняшний день в нижней части города протянуто 40 тысяч метров газораспределенных сетей. В результате подключены к газу 120 абонентов. Заключено 464 договоров. В 2018 году в строй будут введены три частных детских сада на 175 мест. Таким образом местные власти планируют обеспечить дошкольными учреждениями 97% детей. Также на берегу Алтын-Коля начнется строительство летнего лагеря, рассчитанного на 100 детей. Я считаю, что Памфиловский район один из самых развитых в области. У нас строится множество объектов, привлекаются зарубежные инвесторы. Тем самым растет экономика. Я очень рад данным положениям дел и думаю, что дальше будет лучше. Однако не все в районе идеально. Есть и недостатки, в частности в сферах образования и здравоохранения. Так, за 2017 имеются пять фактов смертности новорожденных и одной роженицы. Такое положение вызывает обеспокоенность у руководства области. Мы должны контролировать каждый день. Да, есть проблемы со стороны врачей. Есть халатность, я не буду скрывать. Потому что есть конкретные факты. Но мы должны привлечить наше население, чтобы они стояли на учете. И когда приглашают, надо прийти, надо постоянно проверяться. Но мы этого не делаем тогда. Потом начинаем вне дружбы. А главным приоритетом Аксусского района было и остается сельское хозяйство. За прошедший год, отчитался глава края Адильбек Долбагаев, исполнены все основные государственные программы животноводства – Сабага, Алтынасык и Куа. Общий объем продукции сельского хозяйства превысил 27 миллиардов тенге. Создано пять сельхозкооперативов, три из них – молочного направления. Но самым знаковым событием ушедшего года, без сомнения, стало восстановление после многолетнего простоя Аксусского сахарного завода. Уже получено 2400 тонн собственного сахара. А главное – запуском производства новый толчок получила вся сельскохозяйственная отрасль региона. В прошлом году местные аграрии засеяли 1600 гектаров сахарной свеклы. В целом же крестьяне Аксусского и Сарканского районов сдали на переработку 80 тысяч тонн сладких клубней. Во исполнение поручений главы государства областным руководством проделана огромная работа по восстановлению завода. В качестве инвесторов были привлечены ТОО «Энергомост», а также социально-предпринимательская корпорация «ЖТСУ». Ожидается, что на проведение модернизации в целом будет направлено 15 миллиардов тенге. Благодаря восстановлению сахарного завода в столь короткие сроки трудоустроено более 500 человек. Продолжится работа по возрождению рыбоводческой сферы. В прошлом году крестьянское хозяйство коллегов выпустило в канал «Бурган» полтора миллиона рыбок. Будет продолжено и благоустройство населенных пунктов. На средний ремонт дорог в семи аулах средства уже выделены, рассказал глава района. Стартует также реконструкция участка автодороги Алматы-Оськимен-Лепсы-Ак-Тогай. За прошедший год в районе проделана большая работа. Очень многие вопросы решаются, начиная от запуска сахарного завода и заканчивая благоустройством. В прошлом году по району было построено 13 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем. Ремонтируются дороги. В целом мы видим, что ведется планомерная работа по всем направлениям. И районному руководству мы даем хорошую оценку. Ряд первостепенных задач перед районом руководством поставил заместитель руководителя области. Касаются они в первую очередь повышения качества медицинских услуг, контроля младенческой смертности. Создание рабочих мест и развитие малого предпринимательства также должны быть под пристальным вниманием. Кроме того, поручил Жаксылык-Омар потянуть показатели в образовательной сфере. По результатам ЕНТ район занимает 14 место в области. Главный индикатор оценки знаний остается ЕНТ. А потом необходимо обратить внимание на показатели успеваемости. Кроме того, необходимо следить и за дисциплиной школьников. Говоря о приспособленных зданиях школ, мы знаем, в вашем районе таких 14. Всего же по области их насчитывается 173. Мы всех их включили в областную трехлетнюю программу. И постепенно они будут приведены в порядок. Весной этого года, рассказал Жаксылык-Омар, собравшимся, начнется реконструкция участка трассы Талдыкурган-Ушарал. Кроме того, в районе будет возведен новый спортивный комплекс. Уже в мае планируется начать строительство Козелогарского водохранилища. И это далеко не весь список новшеств, ожидающих край. В целом же местные жители единогласно признали проведенную районным руководством работу удовлетворительной. Дина Боранбаева, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. Почти 5 миллиардов тенге инвестиций привлечено за прошлый год в Сарканском районе. Это на 1 миллиард больше по сравнению с годом ранее. Запущены две гидроэлектростанции на реках Баскан и Лепсе. Открыт швейный цех и другие объекты культуры и предпринимательства. Об этом и других успехах рассказал Аким Сарканского района на отчетной встрече с населением. Впрочем, хорошая динамика практически во всех отраслях наблюдается и в Раимбекском районе. На сегодня подавляющее большинство жителей Сарканского района занимаются сельским хозяйством. Крестьянами создано 4 молочно-товарные фермы, 5 убойных площадок и 6 откормочных комплексов. Общий же объем сельхозпродукции дал прибыль в 31,5 миллиард тенге. Освоено 95 тысяч гектаров земли. Постепенно решается вопрос и с обеспечением населения качественной водой. Охват составил 95% жителей. Трудоустроено почти 700 человек по госпрограмме. В районе успешно работают 5 сервисно-загодовительных центров. Выделено субсидии на животноводство 217 миллионов тенге. Стабильное развитие наблюдается по всем социально-экономическим показателям. В малом и среднем бизнесе задействованы более 9 тысяч человек. Поступления от них увеличились на 10% в сравнении с 2016 годом. В целом налоговые поступления вместо бюджет составили 1 миллиард 111 миллионов тенге. На отчетной встрече у Акима района жители просили помочь с реконструкцией районного спорткомплекса и обратить внимание на автодороги в отдаленных селах. Кроме того, на недоработки в сфере образования и здравоохранения указал зам Акима области. По результатам единого тестирования район в итоге занял 16 место. В ушедшем году зарегистрировано 8 случаев младенческой смерти. Государство большие деньги выделяет на сферу образования и здравоохранения. Однако результаты оставляет желать лучшего. Молодежи главное нужно дать хорошее образование и на особом контроле вопросы профилактики заболеваний и патологии. В этом направлении работа проведена недостаточная. Не регулируются цены на сельхозпродукцию. Держите на особом контроле эти вопросы. Немало насущных проблем и в Раимбекском районе. Так, по словам его Акима Жолана Омара, в шести сельских округах из 23 нет здания Акимата. В 18 селах старые водопроводные сети пришли в негодность и нуждаются в замене. Требует очистки водохранилища Кумтикей. Оно одно из главных источников поливной воды. Нуждается в реконструкции и районная больница, а в селе Алгабас в аварийном состоянии мост. Но может район похвастаться и достижениями. К примеру, сельхозпродукции в районе произведено на 43 миллиарда тенге, в котором особое место занимает картофель. Район намерен в этом году закрыть в нем потребность в области города Алматы и Астаны, которая составляет 330 тысяч тонн. У нас запланировано строительство завода по производству картофельных чипсов и других картофельных продуктов. Мы хотим этот бренд сделать узнаваемым. Не отстает в развитии сферы промышленности. За прошлый год в этом направлении произведено продукции на 20,5 миллиардов тенге. Ожидаем открытие крупного цеха по консервации мясной продукции. К слову, на сегодня число голов мелкого рогатого скота превысил 430 тысяч. Это один из самых высоких показателей по области. А сегодня по этим перечисленным проблемам уже идет активный поиск решений. А некоторые из них на стадии реализации, заверили акимы этих районов. Испытание холодом. Совсем недавно в Панфиловском районе в средней школе имени Крупской был проведен капитальный ремонт. Однако теплее от этого не стало. Из-за низкой температуры в учебном заведении дети часто болеют. Результат – низкая успеваемость в учебе. Эти подробности выяснились в ходе рабочей поездки заместителя Акима Алматинской области в район. Впрочем, ряд нареканий в свой адрес получила и центральная районная больница. Подробнее об итогах рейда расскажет корреспондент Ануара Мангельдинов. В ходе своего рабочего визита первым делом заместитель Акима области посетил центральную районную больницу. 1 декабря прошлого года здесь завершился капитальный ремонт. В медучреждении впервые было открыто новое отделение. А также приобретен аппарат компьютерной томографии. Вроде бы все хорошо, однако по мнению некоторых пациентов есть и минусы. Воды нет? Ага. Где покушать, вот так людям согреть, кушать, хотя бы какую-нибудь комнатушку? Можно? Можно, конечно. Можно. Теперь люди вот раздеваются вот у входа. Можно гардеробку специально. Гардеробку уходных. И ты мне извини, вот. Заходят, выходят, кто контролирует. Тут я разделась и пошла в палату. У него специальный человек, кстати. Ага, ладно. Горячий вода есть, я вам могу показать. Где? Нету. Мы что, все в маневере? Горячий вода есть, специально в стуле. А в этих палатах нету. Выслушав жалобы пациентов, Жахсул Кумар дал указание разобраться в данной ситуации. Проблематичной оказалась и школа имени Крупской в райцентре. В прошлом году в учебном заведении также был проведен капитальный ремонт. Однако, как выяснилось, в ходе объезда внутренние работы в столовой и спортзале так и не завершены. В скором времени все будет сделано. Мы подали на поставщиков в суд. И по решению суда они обязуются все восстановить. Также Жахсул Кумар сделал замечание по поводу низкой температуры в учебных классах. Как отметил зам Акима области, такое положение дел крайне неприемлемо. У вас уюта нет, во-первых. Во-вторых, холодно. Это все работа ваша. Медийно работает неправильно. Поэтому давайте вы это, как дети школы, в самом первом случае, это условия для нас учеников. То есть это тепло и уютно в школе. И столовая должна работать. И видно, столовая у вас очень плохо работает. Следующий пункт назначения – школа имени Ракишева. Здесь ситуация намного лучше. Осмотрев учебное заведение и пообщавшись с учениками, Жахсул Кумар дал несколько рекомендательных советов руководству школы и пожелал дальнейшей плодотворной работы. Ануар Амангеддинов, Ержан Дюсень, телеканал ЖИКСУ. Тем временем холодно и в домах многих жителей области. Особенно тех, кто не позаботился закупить топливо заранее. С наступлением холодов в области сложился дефицит твердого топлива. Чтобы закупить топливо в нужном объеме, покупателям приходится ждать по несколько дней, а то и неделю. Люди жалуются, что завозят его мало и приобрести успевают не все. Ситуацией воспользовались перекупщики. Цена на уголь выросла в самые морозные дни января. Срок его продавали даже по 20 тысяч тенге за тонну. Какова ситуация на топливных базах сейчас? Расскажем в следующем материале. Готовься они летом. Этой народной мудрости, как выяснилось, следуют не все. С наступлением холодов на угольных базах образовались очереди. Люди буквально живут возле тупиков, в надежде урвать хотя бы пару тонн. Руководители точек реализации угля, возникшим ажиотажем, винят самих потребителей. По их словам, летом цена была на порядок ниже. Однако и покупателей не было. Впрочем, такая ситуация наблюдается каждый год. И хотя завоз идет стабильный, повышенный спрос иногда порождает ажиотаж, в ходе которого разбирают даже долгосрочные запасы. Как в январе, когда объем отгрузок снизился почти наполовину. Единственная проблема была с добычей. Но на сегодняшний день в Алматинскую область у нас порядка 16 тысяч тонн уже в пути. Сегодня видели город Талдыкурган и в Алматинский регион начали поступать вагоны. Это порядка 154 вагона у нас подходят именно в Алматинский регион. И 95 вагонов у нас на подходе в Талдыкурганский регион. В том числе 46 вагонов именно на сам город Талдыкурган. Недавно на тупики Талдыкургана прибыло 16 вагонов с долгожданным углем. Разобрали его за каких-то 2-3 часа. Те, кому уголь не достался сегодня, уже заняли очередь на завтра. В надежде, что уголь будет в ближайшие часы. У нас потребность на отопительный сезон 186 тысяч, более 186 тысяч тонн угля требуется для частного населения, частных домов. На сегодняшний день у нас более 160 тысяч реализованы населению. Скажу, что уголь поступает ежедневно, но не в том, возможно, объеме, как мы заказывали в январе поставки, по 3-4 вагона. Сейчас у нас на подходе 91 вагон. Получается, в течение ближайших 3-4 дней мы должны получить. Аналогичные проблемы с углем все это время испытывают и жители Южного региона области. Однако представители местных властей утверждают, что проблема уже снята. На 8 складов Карасайского района в конце прошлой недели доставили 22 вагона угля. Буквально на днях на станцию Шамалган пришли еще 16 вагонов. Их распределили по всем районам. А выделенные жителям станции Шамалган 3-4 вагона угля люди разобрали за считанные минуты. Потому как топливо местные жители ждут уже давно. Долгожданному углю по приемлемой цене рады все жители района. Я приехал из Жамбулского района. Вчера только приезжал, увез один рейс угля для себя. А сегодня вот приехал купить еще угля для своих родственников. Сегодня я приехал примерно в 8 часов утра. И вот сейчас даже обед не наступил, а я уже уезжаю с полным грузом. В очередях за углем стоят и жители соседних районов. Одна из них – руководительница угольной транспортной компании имбекши казахского района Бибегуль Алимтайказы. Мы продаем уголь в автошколе. Там есть наш тупик. Наш Акимат и Акимат Карасайского района нам очень хорошо помогли. За один-два дня мы уже взяли 150 тонн угля. Только за сегодня я купила еще 60 тонн. Спасибо. По словам представителей местных органов власти на станцию Шамалган, скоро прибудут еще 64 вагона угля. А это значит, что население пригородных сел Алматы не будут испытывать нехватки твердого топлива. Вопрос угля на особом контроле руководства области подчеркнул зам Акима Алматинской области Айдарбек Байжанов. Для этого создан штаб по контролю и мониторингу поставки угля для населения. На сегодняшний день жителями приобретено более 1 миллиона 308 тысяч тонн, или 93% от всей потребности области. Поставляется он на 92 тупика имеющихся по области. И угольный разрез Ой-Харагай. Сейчас на них в наличии имеется около 30 тысяч тонн угля. Средняя цена за тонну 15,5 тысяч тенге. Качество услуг общественного транспорта остается зоной пристального внимания. С прошлой недели в области проходит рейд-автобус. Тогда были выявлены водители городского транспорта с просроченными документами техосмотра и страховки. И даже без водительских прав. Наши корреспонденты, участвовавшие в рейде, столкнулись с негодованием горожан и гостей областного центра. Пассажиры жалуются на низкую температуру в салонах автобусов, грязь, изношенность оборудования. Соблюдают ли владельцы транспортных средств, обеспечивающих городские пассажирские перевозки, самые главные требования. Проводится ли должным образом недосмотр водителей и контроль за техническим состоянием городских автобусов перед выходом на маршрут, узнал наш корреспондент Дамир Анитов. Пять утра. Через час на улицах города появятся городские автобусы. Но прежде чем выйти на маршрут, водители и техника должны в обязательном порядке пройти определенную процедуру. Старт в диспетчерской. Шоферы получают путевки и расписываются в путевых листах. Затем медицинская диагностика. Именно она решает, допустить водителя к управлению машиной или нет. Однако, как выяснилось в ходе проверки, даже при наличии алкотестера, медик прибором не пользуется, а трезвость водителя определяет на глаз. Бывают подозрительные водители. Их сразу проверяют. Это стопроцентно. Но большинство из нас не пьют, и медик об этом знает. Поэтому нас она не проверяет. Последний этап подготовки транспорт проходит уже на выезде из парка. Специалисты еще раз проверяют крепление колес, состояние шин, действие тормозов и приборов освещения. Если механик решает, что все в порядке, автобус выходит за маршрут. Так положено. На самом же деле на небольшие несоответствия часто закрывают глаза. Лишь до полчаса проверки сотрудники УВД города выявили сразу пять нарушений. Разговор по телефону, тверевшее лобовое стекло. А кто-то из водителей и вовсе оказался без водительского удостоверения. Инспекторы на месте составили административный протокол. А технику отправили на штрафстоянку. Не разрешено. Вот он. Ну вот его кописты. Число 2-е, 02-е. 2-го февраля он допускает вас на выезд на маршрутку. Технически неисправно в автомашине. Кто именно? У вас в данный момент маршрутка. В России имеется трещин на лобовом стекле со стороны водителя. На данный момент было проверено около более 20 автомашин. Было выявлено три адноправонарушения по техническому состоянию автомашины. Это после проверки механика. Данные организации, я считаю, проводятся предыдущие технические осмотры шаблонно. Однако все же главной проблемой остается низкая температура в общественном транспорте. С такой проблемой все чаще сталкиваются талдыкурганцы, вынужденные добираться до нужного места в холодных автобусах. Сидения без подогрева, ноги стынут. Печки есть, но совершенно не справляются со своей задачей. Дорога некоторых занимает 40 минут и более. За это время горожане успевают сильно замерзнуть. Сидения без подогрева. Вчера 40 минут на остановке, колготки прилипли к ногам, а теперь мы пошли в больницу на лечение. Согласно государственному стандарту, при минус 30 на улице температура в салоне автобуса на уровне головы должна составлять не менее 10 градусов. В ногах допускается ноль. Об этой проблеме власти города давно осведомлены. По словам ответственных лиц, решение уже близко. На 30 новых автобусов обновят парк Талдыкургана до конца февраля. На смену старому транспорту придет более новая, комфортная, а главное теплая техника. Сотрудниками ГАИ, местной службы полиции, какие-то, если протоколы в административном порядке будут правонарушения, мы это все будем актировать. А со стороны Акимата, со стороны отдела, мы будем руководству данного автобусного парка предписание об устранении нарушений стройками на один день, на два дня. Потом обратно будем проверять также эти же маршруты все полностью. И если эти нарушения будут подтверждаться или иные другие нарушения, в случае двух-трех предписаний мы будем расторгать данным автобусным парком на этот маршрут, в пункте 4.1 договоре, в одностороннем порядке. Цель рейдов не наказать, а повысить ответственность за безопасность пассажирских перевозок. Если транспорт поврежден или за рулем пьяный водитель, последствия могут быть необратимыми. Такие проверки будут проводиться регулярно. Дамир Анитов, Абек Акшалаков, Телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. В минувший четверг текилийские служители Фемиды отметили новоселье. Новое двухэтажное здание в разы больше старого и соответствует Евростандарту. В нем имеются два судебных зала, кабинеты прокурора и адвоката, а также электронный киоск для посетителей. Кстати, подобный современный объект действует только в Казалардинской и Жамбулской областях. Наш регион по республике Третья. Более подробно о преимуществах современного подхода к вопросу отправления правосудия смотрите в следующем материале. Для коллектива Текилийского городского суда это долгожданное событие. Больше 40 лет служители закона ютились в здании старого детского сада. А ровно год назад началось строительство нового городского суда. Объект полностью соответствует мировому стандарту. Таких зданий по республике насчитывается всего три. В области оно первое. Удобные залы судебных заседаний, удобные кресла, кабинет медиатора, отдельный кабинет адвоката, отдельный кабинет прокурора. То есть стороны между собой контактировать не будут. Все залы судебных заседаний в новом здании оснащены всеми современными электронными оборудованиями для ведения судебных процессов в цифровом формате. По евростандарту вход для судей отдельный. И здесь также судей будут заходить отдельно. И соответственно посетители с парадного входа. И значит свидетели, которые не были еще допрошены, они также будут заходить от отдельного входа и ожидать процесс в отдельном зале ожидания. Более 230 миллионов тенге было выделено из республиканского бюджета на строительство городского суда. При его возведении особое внимание уделено удобству посетителей. В первую очередь учтены специфические особенности людей с инвалидностью. Пандусы, звуковые маяки и напольные ориентиры. Кстати, установили в здании так называемый электронный киоск. Присоединен он к ситуационному центру Верховного суда. Здесь посетители самостоятельно могут ознакомиться с материалами гражданских уголовных дел в электронном виде, подать исковые заявления и получить ответы на все интересующие их вопросы. Здание находилось в старом здании. Холодное, неприспособленное здание, но люди там работали. Сегодня мы рады, что именно в нашем городе открылось такое здание. И все работники суда, мы думаем, именно будут вырабатывать в нашем здании только справедливое решение именно для граждан, для жителей нашего города. Кроме того, в здании имеется кабинет медиации. Это очень важно, учитывая, что по статистике в Многороде половина судебных дел разрешается благодаря досудебному соглашению. Асим Кощегулова, Майдеба Ибусунов, телеканал ЖТСУ, Текили. Уходящая неделя особенно запомнилась детишкам с особыми потребностями из Коксовского района. Для некоторых из них настал звездный час. На районном этапе областного конкурса «От сердца к сердцу» выбрали самых творческих ребят с инвалидностью. Кстати, в мероприятии, организованного Молодежным ресурсным центром, свои умения в четырех номинациях продемонстрировали почти три десятка участников. О детях с поистине безграничными талантами расскажет Дина Буранбаева. Несмотря на тяжелую форму ДЦП, 13-летний Кирилл Беда всерьез увлекается рукоделием. Уже четыре года он посещает районы Центра дневного пребывания УМЭД, где и освоил искусство плетения. На конкурс мальчик приготовил целую корзину цветов. Мне очень нравится урок труда в нашем центре. Я сначала не знала, а потом уже на поле мне объяснила, и я все понял. Теперь плету очень хорошо. Я очень благодарен тем людям, которые сделали этот конкурс. Журикен Журикте. Мне и моим друзьям очень нравится этот конкурс. Он дает нам раскрыть свой потенциал и таланты. Творчество. Рисунки, поделки, танцы и пение. Свои умения ребята смогли продемонстрировать сразу в четырех номинациях. Ежегодный творческий конкурс «От сердца к сердцу» проводится молодежным ресурсным центром среди детей, имеющих инвалидность. В Коксусском районе таких более 170. Самое главное, отмечают организаторы, дать возможность каждому из них, несмотря ни на какие диагнозы, представить свои таланты широкой публике. У нас на обслуживании 45 детей. Революционный центр посещает 40 детей. Активная работа ведется, чтобы вовлечь детей-инвалидов в общество, для социализации, чтобы они себя чувствовали наравне со всеми. Все удобства создаются. Мероприятия проводятся у нас на постоянной основе. Совместно с Революционным центром посещаем областные мероприятия постоянно, когда они нас зовут. Участвуем активно. Победители каждой номинации смогут принять участие в областном этапе конкурса. Он пройдет в Салдыкургане уже в феврале. Дина Буранбаева, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Такими основными событиями запомнилась уходящая неделя. Смотрите нас в следующее воскресенье в 21.30. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok